Тепло в квартирах абаканцев должно появиться в ближайшие сутки. Как заявили специалисты городских теплосетей, они полностью готовы к зимнему режиму работы. Сегодня утром абаканская ТЭЦ включила блоки и обеспечила условия для того, чтобы управляющие компании смогли начать подключение к теплу. К слову, сегодня уже потеплело в соцобъектах города. Ну а насколько быстро потеплеют батареи в конкретной квартире, зависит только от ЖЭКов. Коммунальщики должны самостоятельно подключить каждый дом к системе. А их в республиканской столице без малого тысяча. В любом случае, управляющим компаниям дано несколько дней на работу. В четверг тепло должно появиться во всех домах абаканцев. До четверга задача полностью подключить весь жилой фонд. После капитального ремонта в берег Челе Аскизского района открыли мост. Единственный, который соединяет две части села, находящиеся по разным берегам. Старый мост 76-го года постройки неоднократно ремонтировали. В результате одного из таких обновлений нарушили технологию и за несколько лет переправа пришла в негодность. В августе же этого года жители попросили у правительства Хакасии помочь решить проблему. Строительство нового моста оценили в 9,5 миллионов рублей. При условии 5% от этой суммы выделяет сельсовет. Остальные деньги – Министерство транспорта. С работой справились буквально за полтора месяца. Муниципалитету удалось даже сэкономить. Лиственницу и сосну напилили из окрестных лесов. Новый мост, заверяют подрядчики, при должном уходе прослужит как минимум 30 лет. Уже у нас будет на балансе. Будем подкрашивать. Это же не такое большое. Ну и как по проекту, раз в 6-7 лет вот эта одежда, она должна меняться дощатой на стил. Федеральный агитпоезд ЛДПР в рамках общероссийского турне прошел через Хакасию, сделав на территории республики три остановки – в Абакане, Аскизе и Бескамже. Во время партийного турне депутаты собирали обращения и наказы. За общением представителей Госдумы с жителями Хакасии наблюдала Юлия Константинова. Валентина Ишмекова, мать героя России. В 84-й мою сын Александр погиб в Афганистане. С тех пор пожилая женщина одна. Рассказывает, с каждым годом справляться с коммунальными проблемами становится сложнее. Я одинокая, одна единственная осталась. И мне ремонт квартиры нужен, пенсии мало. За квартиру, за свет очень много берут. Нет детских садов, чистой питьевой воды, высокие тарифы ЖКХ, плохие дороги. Это лишь малая часть из огромного списка проблем, которые волнуют сегодня жителей глубинки страны, причем самых отдаленных станций и маленьких населенных пунктов. А гидпоезд Жириновского специально останавливается именно на таких, чтобы потом можно было провести анализ реальной ситуации, сложившейся на сегодняшний день. ЛДПР отличается от других партий тем, что мы людям конкретную помощь оказаны, вплоть до конкретной адресной финансовой помощи, как, например, делаем сейчас на Дальнем Востоке. Задача любой фракции в государственном доме, конечно, носить и принимать законопроект. Поэтому, если люди обращаются с просьбой, с жалобой на какую-то норму закона, на то, что нужно какой-то закон отменить или, наоборот, срочно принять какую-то статью, какой-то новый пункт, то мы, безусловно, это немедленно сделаем. Уже в ближайшую сессию эти законопроекты будут внесены. Ответственность за это берут депутаты от фракции ЛДПР, которых в поезде 10 человек. Больше полусотни остановок уже сделано. Впереди еще почти 400. Крайняя точка – Дальний Восток, куда состав везет гуманитарную помощь. Длительность маршрута – 41 день. Абсолютный рекорд для агитпоездов. Главная задача участников которых – слушать и слышать избирателей. Причем не только своих. Юлия Константинова, Владислав Костовой, 200, Хакаси. Рекорд скоростных продаж мог бы продемонстрировать один из торговцев на китайском рынке. У мужчины за один день опустили прилавки. Впрочем, причина этого совсем не покупателя, а республиканские приставы. Уроженец Киркизии задолжал порядка 160 тысяч рублей в пенсионный фонд, налоговую и кредитное агентство. Сумма копилась не один месяц. Исполнители нагрянули неожиданно в самый разгар рабочего дня. У торговцы трикотажем пришлось изъять весь товар, более 100 наименований. Но даже этим весь долг не перекрыть. Сумма изъятого – около 30 тысяч рублей. Дело в том, что судебным приставом и исполнителем были запрошены все регистрирующие органы. И на сегодняшний день из имущества данного должника только как раз вещи, которые он продавал. Дело в том, что он зарегистрирован в доме, где зарегистрировано очень много людей. Опять же, так называемый резиновый дом. Соответственно, он там не проживает, имущества там его нет. Впрочем, вернуть вещи торговец все же сможет, заплатив по счетам в ближайшее время. Иначе распродажей займутся уже сами приставы. Всемирно известный скрипач, дирижер Владимир Спиваков и его коллектив – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» в минувшие выходные выступили в Хакасии. Единственный концерт, посвященный 20-летию Совета Федерации, прошел на сцене драмтеатра имени Лермонтова. В зале не было свободных мест. Посмотреть и послушать виртуозов съехались жители со всей Хакасии. Все два часа на сцене мейстер находился за дирижерским пультом. В прямом смысле слова управлял оркестром. В руках знаменитая палочка. Ее в 80-х Владимиру Спивакову, тогда еще начинающему дирижеру, подарил уже всемирно известный Леонард Бернстайн, наставник Спивакова. По словам Владимира Теодоровича, с тех пор палочка сопровождает его на всех концертах, стала своего рода талисманом. В Хакасию артисты Государственного камерного оркестра «Виртуоза Москвы» привезли концертную программу, в которую включили музыкальные произведения, понятные каждому слушателю, даже непрофессиональному. В первом отделении со сцены звучали произведения Моцарта, Рассини, Бакерини. Во втором слушатели могли насладиться музыкальными произведениями в исполнении Алексея Никлюдова и Анны Аглатовой, единственной девушки в оркестре. Я получил несколько писем сейчас здесь. Приходят люди, одна женщина пришла с сыном-инвалидом. Она не жалуется ни на что, ни у кого ничего не просит. Она просто счастлива, что мы приехали. Здесь не испорченные люди совершенно, не избалованные. Я очень люблю как раз маленькие города и приезжать в провинцию с большой буквой это слово. Свой коллектив, которому в будущем исполнится 35 лет, Владимир Спиваков называет второй семьей. Вместе каждый день, репетиции, концерты. С 79-го состав виртуозов полностью поменялся. Бессменными остались лишь два человека, в том числе дирижер, солист в одном лице, спиваков. Руководитель всегда давал и дает возможность музыкантам право выбора. Сейчас в камерном оркестре виртуозы, которые хотят, готовы играть и играют на высшем уровне. Владимир Теодорович, как он сам говорит, не строгий руководитель. И в первую очередь это проявляется в возможности каждого музыканта импровизировать, а не слепо следовать партитуре. Так было и на этот раз, несмотря на долгий перелет, новую обстановку, усталость и непривычное для проведения концерта время – 16 часов. Публика не должна ничего видеть. Как мы себя чувствуем? Устали мы? Должно быть на сцене не видно работы. Тогда публике тоже легко слушать. Концерт пролетел как мгновение. Приятное, яркое и впечатляющее. Слушатели в восторге. Такого в маленькой Хакаси прежде не было. Мечта моя, чтобы идеальный спиваков со своими виртуозами играл на Хакасской сцене. Вот выше, круче этого, наверное, просто уже быть ничего не может. Скрипка – это изумительный инструмент, который одну и ту же мелодию ведет, и он ее ломает, но при этом сохраняет такое ощущение, что она разбита, и в то же время она едина. Это нечто. Я в восторге от того, что такое ансамбль. Я много слышала о нем. Знала, что там собирается лучший из лучших. Там каждый человек известен на всю Россию. Мне так понравилось. Я себя, конечно, не считаю владельцем мира, но человека мира мне дали. Артист мира. ЮНЕСКО мне такое звание выдало и золотую медаль Моцарта. Медаль Моцарта – высокая награда ЮНЕСКО, которую вручают за выдающиеся заслуги в области искусства самым виртуозным музыкантам. В России обладателей такой медали только трое. Музыканты Мстислав Ростропович, балерина Майя Плесецкая и Владимир Спиваков. От Ольга Машова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. На этом у меня все новости. После Вестей смотрите рубрику «Интервью». Сегодня в ней речь пойдет о лекарственном обеспечении льготников. Тема, безусловно, важная для многих жителей республики. Так что не пропустите. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова